Девушки отдыхают 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 Вот, от этих криков, знаете, как голова кружилась немножко. Закружилась голова. И все вот так вот у тебя как-то кручится, вертится. Эти кадры мы вам не показывали. Август 2013-го. Прокаты фигуристов сборной России перед самым началом олимпийского сезона. Юлия Лепницкая впервые представляет на публике новую короткую программу «Не отрекаются любя». Первое ощущение – удивление. Ну и выбор для 15-летней девушки. Безысходная трагическая история любви взрослой женщины. Но оказалось, Юля слышит знаменитую песню иначе. Мне больше подходит, что жизнь качается не завтра, скорее, из этой песни. Не как там старая такая, знаете, женщина. Я маленькая девочка, да, у меня там может что-то... Возможно, у меня первая там любовь, не знаю. У меня такая более философская программа там. Моё второе августовское впечатление от Лепницкой – шок. Я стал невольным свидетелем разговора. Сотрудник федерации уговаривал Юлю дать интервью одному очень авторитетному изданию. Нет, говорит Юля, я не буду разговаривать. Но ты же понимаешь, что это очень известный журналист. Да, отвечает Лепницкая, я знаю, но я не буду давать интервью. Но почему? Оказалось, что эта газета несколько месяцев назад опубликовала материал, и Юля посчитала, что там написано неправда. Меня это потрясло. В 15 лет иметь свою точку зрения и уметь её отстаивать. Согласитесь, для этого нужен характер. Ну и третий мой августовский шок от Юли – это когда она назвала свою новую произвольную программу. Какая будет произвольная? Или это секрет? Произвольная? Да, в общем-то, уже не секрет. Список Шиндлера. Один из самых тяжёлых фильмов в мировом кинематографе. История зверского уничтожения сотен тысяч человек. Продзительная музыка Джона Уильямса. Под неё пять лет назад катались немцы Савченко-Золковой. Это была хорошая программа. Алёна в красном, Робин в сером. Как всё в фильме Спилберга. Большая премьера Юлиного списка Шиндлера состоялась в Канаде. Лепницкая вышла в красном. И от её первого взгляда зал замер. Через четыре минуты, когда Юля в финале поднимет глаза, зал встанет и будет долго аплодировать юной русской фигуристке. А её тренер Этери Тудберидзе тем же вечером позвонит в Москву. Постановщику Илья Вербыку. Для всех было шоком. И для Этери, и для Юли. И потом Этери сразу звонила мне, когда зал не просто плавил, а стоял. Впервые в жизни Юли зал встал. Это такой знаковый прокат был, который ей дал силы. Первый же прокат и первые же оценки, а Юля выиграла этап Гран-при в Канаде, показали, что с произвольной они попали в самую точку. Особенно Этери Тудберидзе и Илья Вербуха радовались, потому что знали, что этой программы, да и вообще этого сезона могло и не быть. Год назад Лепницкая была на грани того, чтобы закончить с фигурным катанием. Я даже не была уверена, что Юлия Лепницкая будет продолжать кататься. Это съёмка 2008 года. Девятилетняя Юля в родном Екатеринбурге. Синий костюм и знаменитые косички. И фирменное вращение пока не получается. Она всегда была сосредоточена, даже в маленьком возрасте, когда она выступала на своих маленьких соревнованиях, она настолько была уверена в себе и такая взрослая девочка, хотя ей лет 5-6 было. 2010 год. Юля уже тренируется в Москве, и это её первый взрослый чемпионат России в 12 лет. И хотя выглядит она как ребёнок, все отмечают редкое сочетание гибкости и сложных прыжков. Татьяна Тарасова указывает на то, что девочка не скользит, а ходит по льду. Через год Лепницкую было не узнать. Я всегда говорю, если мы не сделали сегодня шаг вперёд, мы, к сожалению, сделали шаг назад. Минск, 2012-й. 13-летняя Лепницкая выходит на произвольную программу своего первого в жизни юниорского чемпионата мира. Ромео Джульетта. Она катает историю своей ровесницы. И даже тогда многие заметили, что у Лепницкой хорошо получается выразить романтическую лирику и острый драматизм. Девочка в лучезарном голубом платье выигрывает юниорский мир. Юля побеждает прошлогоднюю чемпионку, Аделину Сотникову, ставшую третьей, и американку Грейси Голд. Только самая младшая, Лепницкая, призналась, что её цель – Олимпиада в Сочи. Но цель, которая с каждым годом становилась всё ближе, в предолимпийском сезоне вдруг превращается в мираж. Когда Юля, в общем-то, бросала, мы с ней беседовали, начинали, опять бросала. В общем, такой тяжёлый был период. Было очень много травм, и она не успевала выйти на лёд, восстановиться, опять травма. Просто слишком много всего, и где-то она отчаивалась, что у неё что-то получится. Тренер видела, что нет прежней Юли. Прыжки посыпались, глаза не горят, борьба с лишним весом проиграна. И великолепный щелкунчик всё чаще получался блеклым и механическим. В итоге чемпионка мира среди юниоров становится на юниорской России пятой и всерьёз размышляет, что заканчивает кататься. У неё ломался характер, ломалось настроение, и я не сразу была готова к таким изменениям. И она, в общем-то, хотела, чтобы я к ней тоже по-новому относилась. Что удержало Юлю в фигурном катании? Может быть, мечта, которая со временем стала целью? А в одном интервью она призналась, что ещё лет в шесть сидела на кровати, пела гимн России, представляла, что в её честь исполняют, а она на верхней ступени пьедестала почёта. А может быть, безвыходное из положения. Потому что они с мамой в 2008-м, чтобы приехать сюда, в Москву, на катуху Хрустальной, рискнули, пошли ва-банк. К большому счёту, отказались от прошлой жизни. Обычная 15-этажка в Екатеринбурге. Здесь Юлю помнят до сих пор. С четырёх лет она тренировалась в школе фигурного катания «Локомотив», а ещё подкатывалась в коридоре на лестничной площадке. Зимой каталась здесь, на этих роликовых. Юля, время-то вот уже без 20-11. Но ещё 11-ти нету. Я ещё покатаюсь. Вот так разворачивается там. Круто. И здесь круто. А только снег оттает, она уже всё. По асфальту уже только так. Весной 2008-го Юля заканчивает начальную школу 104-й гимназии. И надо было решать, что делать дальше. Прекрасно помню, как мы сидели с мамой в квартире, которой у нас уже нету, хотя она моя любимая была. Вот я прекрасно помню, когда она просто напротив меня села и сказала, ну давай, Юля, всё в твоих руках. Либо заканчиваем, идём в школу, либо едем в Москву. Если не получается, то заканчиваем, идём в школу. Мне позвонила мама из Екатеринбурга и спросила, скажите, пожалуйста, вот мы готовы приехать в Москву, вы нас посмотрите? Я сказала, да, конечно, посмотрю, всё. Дальше они приехали, показали, сколько ты покаталась мне на день, или два первый раз. Самое прикольное было, то, что после трёх дней на машине я в первый же день собрала Тулу первую в своей жизни тройную. Когда она завращалась, я увидела, что у неё большая, хорошая координация, потом я увидела, что она довольно-таки с устойчивой психикой, потому что мы с ней разговаривали, и она смотрела в глаза и чётко отвечала, несмотря на то, что она маленькая, и должна была быть напуганной. И я увидела в том, что у мамы очень строгий характер, что тоже очень хорошо. Мама продала квартиру в Екатеринбурге и приехала с дочкой в Москву тренироваться у Этери Тутберидзе. И случись что, травма, конфликт, признание Юли неперспективный, возвращаться им, по большому счёту, было некуда. Причём Тутберидзе об этом долгое время не догадывалась. Мама никогда не просила помощи, никогда не говорила, что тяжело. На самом деле, школа начала не так давно помогать, наверное, мне кажется, года три только мы помогаем, может быть, даже меньше, и оплачиваем квартиру. Мы не знали, что там так всё тяжело и всё отдано. Юлина мама Даниэла всегда в тени. Она не даёт интервью, не красуется рядом с дочерью. Это редкие кадры, когда мы их видим вместе. Хотя с начала этого сезона Даниэла официально стала частью Юлиной команды. Не сама, так сказать, влезла в эту работу, я её попросила, потому что вот тот год был, когда мы ездили с Юлей на соревнования, и она была полностью со мной, и я поняла, что я не справляюсь. Я должна быть тренером, а я пытаюсь быть везде, и это очень мешало. Здесь я уже обратилась и к федерации, и к нашей школе, как-то помочь в оформлении мамы, и просто, чтобы она была рядом с Юлей. И Юле будет легче, и мне будет легче. Ну и в общем, она совершенно не лезет, она даже не смотрит прокат, она сидит в раздевалке, но свою работу она выполняет. За несколько дней до отлёта на чемпионат мира Юле Лепницкой принесли письмо от Стивена Спилберга. Знаменитый режиссёр признавался, что был растроган произвольной программой Юли на музыку из его кинофильма «Список Шиндлера» и благодарил, что так точно и сильно она передала образ девочки в красном пальто. А когда Юля выбрала эту тему, эту музыку, все вокруг были в шоке. Ой, ну и нет, я ей первая сказала, Юля, ну то что, ты понимаешь, что это очень серьёзная музыка, это очень взрослая музыка, и в общем-то я начала искать людей, которые ей на более профессиональном языке это объяснят, которым она поверит и откажется от этой затеи. Мне очень долго приходилось отстаивать эту музыку, правда, многие, вообще практически все были против этой музыки, потому что и спорная история, и в олимпийский сезон это очень, ну, не хотели, но мне нравилось. Но она продолжала на своём настаивать, и был один постановщик, второй постановщик, которые отказывались от этой затеи и говорили, что они не участвуют, и, да, и вот всё-таки мы обратились к вербуху. Сначала она немножко не очень доверяла, и для неё, честно говоря, там моё имя ничего не говорила. Который вначале сказал, ах, а потом, в общем-то, наверное, недельку подумал и сказал, что у неё есть идея, и как выплатить Юлину желание. Не Юля страдала, и мы сопереживали ей, а чтобы Юля была немножко чуть-чуть над ситуацией, и этих заставило нас переживать ещё сильнее, ещё больше. Это была Юлина идея, опять я была чуть-чуть в шоке от неё, когда она сказала, я хочу быть девочкой в красном пальто. Девочка в красном пальто единственный персонаж в цвете, который появляется в этом чёрно-белом кино. Появляется она два раза. Первый, на две минуты, когда главный героскор, Шиндлер видит её идущие пагеты во время облавы. Она как будто не замечает смерти, которые бушуют вокруг неё. И второй раз он видит её уже мёртвой, и её образ переворачивает вообще всю его жизнь, его внутренний мир. Эта программа была поставлена здесь, на этом льду, в течение одной ночи, буквально за четыре часа. Ой, мы над ним долго бились. Над этим взглядом мы долго бились. И скажу честно, что даже вот когда Юля первый раз оборачивается и должна рвануть, побежать и остановиться как вкопанная перед стеной, понимая, что бежать некуда, этот бег нам дался очень нелегко. Я понимаю в каждом движении, что она рассказывает. Может быть, потому что я присутствовала при постановках вместе. Я знаю, что эти движения означали из уст Авербуха, где мы прощаемся, где мы пытаемся вспомнить. вот эти тактильные чувства, когда она держалась за руку матери. То есть меня вызывает это слезы. Самый сильный прокат списка Шиндера получился у Лепницкой на чемпионате Европы. Но мало кто знает, что этому предшествовало. На тренировках в Будапеште Юлю вдруг начало лихорадить. И такое важное ощущение стабильности и веры в себя начало исчезать. Юля не была в хорошей форме здесь по прибытию. Мы не успели войти в эту самую форму. Я очень нервничала, как она сможет откататься, собрать произвольную программу. В тот момент для Юли и ее тренера Этери Тутберидзе это был главный старт в жизни. Она стала второй в финале Гран-при, лучшей среди всех европейских фигуристок. Но им сказали, что олимпийские путевки разыгрываются на чемпионате России. Там Юля выиграла серебро, но им говорят, что все решается на чемпионате Европы. На ее первом в жизни чемпионате Европы. И вот она здесь, вторая после короткой программы и сил нет. А тренер это видит и понимает, что сейчас все надежды, все мечты могут разбиться на этом льду. Ой, у меня было, знаете, нужно было выходить уже из номера через 45 минут. А я так легла на кровать, накрылась одеялом и думаю, сейчас вот я вот здесь останусь, засну и все, и вот проснусь и все уже случилось. Перед выходом в раздевалке, зашнуровав коньки, Юля сказала маме, ну все, пошла умирать и пошла на лед. Все как в фильме Спилберга. Она умирала, но отчаянно хваталась за жизнь. Спортивный подтекст выступления один в один повторил драматургию программы. Она неуверенно выехала с акселя и не стала прыгать каскад из трех прыжков. Честно говоря, заставила меня все равно до последней секунды нервничать, потому что я поняла, что ей придется цеплять тройной тулуп по второй половине. И также я понимала, что прицепив туда тулуп функционально она устанет больше. Уже во второй половине программы она прыгает в двойной аксель с тройным тулупом и не цепляет к ним двойной тулуп. У нее остается еще три прыжка, чтобы сделать третий каскад. Без него она проигрывает. Риттбергер? Нет. Сальхов? Опять нет. Остался тройной лутц в самом конце и не осталось сил. Я понимала, что значит она, надеюсь, помнит о том, что его нужно сделать на последнем элементе. И это, конечно, все до последнего элемента заставляло меня, по крайней мере, держать, я держалась крайне нервно. Момент наивысшего напряжения. Ноги уже свинцовые, в висках шумит, не хватает воздуха. Она делает этот каскад. А зрители видят только, как девочка в красном пальто, умирает на их глазах. и не хватает ни на него. АПЛОДИСМЕНТЫ И при идеальном прокате остаться второй, наверное, это психологически очень трудно, Потому что то, что я уже даже прочитала где-то из интервью Юли, это такая точка была бы, что непонятно, куда дальше двигаться. Я очень боялась, что меня опять поставят на второе место. Хотя у меня прокат был просто, я бы не на 100%, но на 200%. Потому что серьезно, я такой набор как бы в программе еще даже на тренировках не исполняла никогда. Все равно относятся к Юле как к ребенку, маленькой девочке. Эта маленькая девочка, она катается на равны. Юлия Лепницкая повторила достижения легендарной Сони Хенни, которая в 1931 году выиграла свой дебютный чемпионат Европы. После этой победы Юля отобралась на Олимпийские игры и ее начала преследовать слава девочке с железным характером. Я такой же человек, как и все, в общем и целом, но нельзя сказать, что я прям железная. Я очень ранимая девочка, она и вспыльчивая, и эмоциональная, и все в ней есть абсолютно. И плачь на тренировке, когда не получаются какие-то элементы, и когда не получается откатать так, как она бы хотела. Она, ну, немножко находится в себе, в домике. Стучаться туда приходит достаточно долго, чтобы она открыла и хотя бы просто тебя услышала. Это, поверьте, не пять минут. И здесь я снимаю шляпу опять же перед Этерией Турберидзе, которая нашла с Юлей. Действительно, тот язык, на котором они общаются. После чемпионата Европы слез не было, они готовились к Олимпийским играм. И Этерия Турберидзе вдруг вспомнила слова Юлиной мамы. Когда они приехали, меня удивили слова мамы, которая сказала, вы знаете, мы по возрасту попадаем на Олимпиаду. Для меня это еще была совсем маленькая девочка. И я поняла, насколько огромная ответственность на мне, что если такие желания, надо постараться их обязательно воплотить. Известная мудрость, не произносив слух свои желания, они могут исполниться. Юлия мечтала об Олимпийских играх, и вот теперь ее ждет две Олимпиады. Командный турнир и личный. Готовясь к ним, она представляла себе Ледово, Олимпийский дворец, айсберг. Вот так. Там очень домашняя атмосфера. Мы там были уже несколько раз, но я лично. Там очень теплые тона, сам каток, все так удобно, уютно, и он действительно такой вот успокаивающий какой-то. Поэтому мне там очень комфортно. А на самом деле в Сочи ее ждало вот что. Поразительная ситуация. Когда Лепницкая выходила на короткую программу командного турнира, зал скандировал «Россия, Россия». Россия не знала Юлию Лепницкую. Она чемпионка мира среди юниоров, чемпионка Европы, лучшая европейская фигуристка сезона, была мало кому известна. Но через три минуты под музыку, не отрекаются любя, в нее влюбилась вся страна. Я боялась, конечно, что меня будут выбивать вот эти крики, но я так каталась. И как бы какая-то атмосфера такая была, я не знаю, я в ней себя в своей тарелке ощущала. За два дня командного олимпийского турнира влюбленность в Лепницкую превратилась во всеобщую истерию. Она стала героиней первых дней сочинских игр. Ведь ее 8 очков преимущества над канаткой «Осмонд» гарантировали нашей сборной первое золото 2014. Ее по-отечески поздравил Путин. Журналисты от лица всей страны становились перед ней на колени. А Юля на все вопросы о ярком настоящем отвечала про будущее. Для нас это еще не основное. Для нас основное это вот личное первенство. Поэтому мы еще пока все там в личном первенстве. Чтобы подготовиться ко второй своей олимпиаде, Юля с тренером и мамой уезжает из Сочи. Но уже в московском аэропорту обожающая толпа хочет вытащить Юлю из ее домика. Круглосуточно практически были звонки. Начиная с полвосьмого утра до двенадцати ночи. То же самое происходило у мамы Юли. И выстояли камеры. В общем, как бы чуть-чуть многовато всего. Может быть, надо было бы спокойнее. И в Сочи нельзя было оставаться. Потому что там фамилию Лепницкая все журналисты мира произносили уже без акцента. Японцы с корейцами, как всегда, вежливо и настойчиво опрашивали чуть ли не каждого российского журналиста. Это мое третье интервью за последние 15 минут. И все они были о Юле Лепницкой. Такое ощущение, что я единственный, кто может здесь о ней рассказать. Но уж так получается. Поскольку группа Лепницкой сейчас совершенно правильно не дает интервью, приходится о ней рассказывать японским и корейским журналистам. В Японии ваша Лепницкая сейчас очень популярна. После того, как она обыграла в командном турнире нашу Мао Асаду, все хотят знать, что это за девочка. Сюжеты и статьи о ней выходят каждый день. Все ждут, когда она вернется в Сочи. Юля будет главной соперницей Мао Асады в борьбе за золото. Подобный ажиотаж вокруг российской фигуристки был только 40 лет назад, когда на Олимпиаду 1976 года приехала 12-летняя девочка с хвостиками Лена Водорезова. Девочка с косичками Юля Лепницкая пробудила спавшую в нас со времен Водорезовой мечту об олимпийском золоте в женском одиночном катании. Поэтому Айсберг, как и вся страна, заранее ликовал, когда Юля в третий раз вышла на сочинский лед. Теперь в личном турнире. Мне 15 лет, ей сейчас ничего не страшно. У нее должно быть сейчас море сил, она справится и там, и там. И со всей этой лавиной информационной, которая обрушилась на Юлю. Айсберг хорошо научился восторженно выдыхать после каждого Юлиного прыжка. Их на Олимпиаде было уже 10. Каскад Луц-Тулуп 11-й, Аксель 12-й, впереди Флип, 13-й прыжок. Зал уже набрал воздух, получился 100. Вы знаете, я действительно очень расстроился, но так эмоционально себя вел. Не помню, куда я залезал. Я помню, что я бросил вот так наушники. Ну, вы как комментатор меня поймете, прекрасно, потому что здесь есть наушники. Я их скинул, это я точно помню. Если бы не Аделина Сотникова со своим неудержимым катанием и искренней улыбкой, айсберг так бы и потонул в унынии. Сотникова осуществила мечту страны о женском олимпийском золоте. Сотникова, которая два последних года на самом деле считалась лидером сборной, осуществила мечту страны о женском олимпийском золоте. А Липницкая в последнем обязательном интервью на Олимпиаде извинилась перед болельщиками. Спасибо всем за поддержку, просить, что подвела. То, что она выиграла олимпийское золото в команде, не выиграла в личном, это как раз хороший такой стимул, хорошее желание идти вперед, бросить крюк на новую вершину и карабкаться дальше. Наверное, это было бы немножко не совсем справедливо, если бы она сразу в 15 лет стала двукратной олимпийской чемпионкой. После олимпийской подготовки к чемпионату мира в Японии проходила в звездном режиме. Тренировки чередовались с интервью и светскими мероприятиями. Торжественные встречи в московских школах напоминали возвращение Юрия Гагарина в Москву. Испытания и тренинг популярностью. Сотни автографов и вопросы, вопросы, вопросы. А у нее такое ощущение осталось одно желание. К бабушке в деревню, к любимым лошадям. Куда врывается только раз в год. Когда я приезжаю к бабушке, где у меня лошади, мне там все соседи говорят, да они уже одичали, да ты к ним не подходи, да ты сейчас получишь травму. И я просто так вот не понимаю, что мне такое говорят. Пошла, села, меня все встречают, все ждали буквально. Когда там начинался сезон, и знаете, началась вот эта вот строка ежедневная, отчет обратный до Сочи. Я Юлю брала на тренировки, когда не получалось, и говорила, Юля, вот давай, вот осталось до Олимпиады, вот считаем, а дальше ты делай, что хочешь. Вот хочешь, бросаешь, занимаешься с собой, жизнью, лошадками, собачками. Потому что я понимаю, что она ребенок, и жизни вот какой-то другой у нее нету, и не так легко ей это все дается. Наверное, есть спортсмены, которым просто проще все это дается. Но вот был у нас такой отчет обратно. Потом, когда этот отчет прошел, я так как бы замолчала. И мама тут сказала, вы знаете, ну то мы говорили, давай до Сочи, до Сочи, а теперь до мира, до мира. Она говорит, как бы вот Юля бы нас не послала, куда подальше. Ну вот вроде пока не послала, слава богу. И я надеюсь, она понимает. Можно ли сделать программу сильнее списка Шиндлера? Кажется, что нет. Можно ли кататься сильнее, чем на чемпионате Европы? Трудно представить. За последние полгода Юлия Лепницкая пережила столько, сколько иным за всю карьеру не выпадает. Представляете, какой может быть ее карьера? Надеюсь, она это понимает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова